Ну, как известно, первые антибиотики, флеминг и так далее, значит, пенициллум, из него, соответственно, выделили чистое вещество, назвали пенициллином, то есть это естественное вещество, которое грибы вырабатывают для того, чтобы бороться с бактериями. Потом начали находить в грибах очень много таких веществ, их начали активно вырабатывать, производить, создали лекарственные средства. В итоге, по мере того, как их начали активно применять, микроорганизмы начали привыкать к ним. Микробиологи разобрались, какая причина, почему они привыкают. И наступила следующая эра модификации уже вот таких природных антибиотиков, химической их модификации для того, чтобы усилить их антибактериальные средства. Микробы отреагировали точно так же, они начали привыкать к ним. Следующая эра была создание полностью синтетических антибиотиков, очень мощных, очень сильных микроорганизмов, и к ним тоже начали привыкать. И сейчас перебирают, перебирая, перебирая все возможные варианты, то есть, грубо говоря, время жизни антибиотика как лекарственного средства очень короткое, потому что мы его бесконтрольно применяем. И поэтому, условно, он проработал 5 лет, использовался в мире, все выработались штаммы, мы уже не можем с ними ничего сделать с помощью этого антибиотика. Новая итерация, новая, новая, новая. И сейчас мы приближаемся уже, когда все перебрали по большому счету, и в ближайшие 20-30 лет станет очень серьезная проблема, как нам бороться с микроорганизмами, потому что традиционные антибиотики, подход создания антибиотиков уже работать не будет.